КПРФ Несколько дней назад в сети интернет появилось очередное видео с участием первого секретаря Колпашеского горкома КПРФ Константина Галимова, который оказался возмущен отказом в проведении хоккейного турнира на городском стадионе. Константин Галимов выразил негодование в адрес сотрудников учреждения образования и районной власти. Сложившуюся ситуацию автор видео назвал, цитата, «стыдобищной». Мы решили разобраться в произошедшем. Турнир по хоккею с шайбой местный горком КПРФ решил провести в Колпашеве 11 января, приурочив его к 97-летию образования СССР. Казалось бы, повод прекрасный для проведения детских соревнований. Константин Галимов обратился с заявлением к руководству детско-юношеской спортивной школы о предоставлении хоккейной коробки, располагающейся на территории образовательного учреждения. Однако заявление было подано всего за два дня до проведения хоккейного турнира. Календарный план муниципального образования утверждается ежегодно в конце года. Мы не против включать данный план и вносить коррективы в течение года и включать по инициативе заявителей различные спортивные, физкультурные мероприятия. Но должно все быть в пределах законодательства. У нас есть определенный порядок по включению в календарный план, по проведению мероприятий, которым мы придерживаемся. Возможно, представители Колпашевского горкома КПРФ и не в курсе, но детские массовые спортивные мероприятия с кондачка не проводятся. По главе угла вопрос безопасности детей. 329-й федеральный закон о физической культуре и спорте – один из нормативных актов, которым руководствуется в своей работе детско-юношеская спортивная школа. В 20-й статье говорится, что организаторы официального спортивного мероприятия совместно с собственниками спортобъектов обеспечивают меры общественного порядка и безопасности. За 30 дней организаторам следует уведомить территориальные органы внутренних дел о месте, дате и сроке проведения соревнований, чего Константином Галимовым, как пояснили в райотделе полиции, сделано не было. А ведь безопасность детей превыше всего. Мы всегда стараемся поддержать инициативу и помогаем в организации любых соревнований. Любое соревнование – это праздник, когда оно правильно организовано и безопасно. Согласно федеральному законодательству, организаторы спортивных соревнований должны предусмотреть порядок и условия компенсационных выплат спортивным судьям, связанных с оплатой стоимости питания, спортивного снаряжения и формы. Обязательным условием является также присутствие на соревнованиях медицинского работника. А ведь, как известно, хоккей – травмоопасный вид спорта. Эти обязательные условия и многие другие Константин Галимов, к сожалению, тоже не предусмотрел. Хоккей – это очень травмоопасный вид спорта, который должен быть компетентный медицинский работник при проведении таких соревнований. И лед готовится, чистится, гладится, заливается в зависимости от состояния льда. Тоже не за два дня. Учитывая погодные условия, не всегда мы можем и залить лед, и погладить. То есть, эту поправку на погоду тоже нужно предусмотреть. Только из видео стал понятен статус хоккейного турнира. Оказывается, он являлся межрайонным. Об этом аспекте Константин Галимов в представленном положении и вовсе умолчал. По замыслу организаторов, в Колпашево должны были приехать юношеские команды из муниципальных образований Томской области. Это значит, что статус турнира приобретает межмуниципальный. И проведение таких мероприятий возлагается на Управление по культуре и спорту, молодежной политике, администрации Колпашевского района. Это уже не наш уровень, не уровень спортивной школы. В районную администрацию Константин Галимов не обращался. Процедура подготовки к хоккейному турниру им не была соблюдена. О данных мероприятиях мы не знали. Нам никто заблаговременно о них не сообщал. А так как предполагался статус, который мы из видео узнали, что это был межмуниципальный турнир, поэтому в любом случае это должен был в наш календарный план быть включено, это мероприятие. Но этого ничего не было сделано. К нам никто, повторю, не обращался. За нарушение правил обеспечения безопасности при проведении спортивных мероприятий предусмотрена серьезная ответственность. Возлагать ее на себя руководство ДСШ не стало. А потому отказала Константину Галимову в проведении хоккейного турнира на Калпашевском стадионе. В данном случае мы отказали из-за того, что в ходатайстве был запланирован срок два дня. За два дня такое мероприятие провести невозможно, чтобы обеспечить безопасность. В итоге Константин Галимов вместе с несколькими тренерами доставили юных колпашевских хоккеистов в Кривошейнский район, где и состоялся турнир. Константину Галимову явно не мешало бы ознакомиться с действующим законодательством. Для начала узнать правила организации спортивных мероприятий. Возможно, пополнив багаж знаний у молодого коммуниста, отпало бы желание сетовать и искать виноватых. И уж тем более публиковать в интернете видео с жалобами и упреками. А ведь еще недавно молодой человек претендовал на кресло главы Калпашевского района. Эта должность, как известно, требует обдуманных, а не спонтанных решений, а также следовать букве закона.